Правительство Японии готово помочь в реформировании системы здравоохранения в Запорожской области. Об этом в ходе рабочей поездки сообщил посол страны восходящего солнца Таичи Саката. Сегодня с дипломатом встречался председатель облгосадминистрации Александр Пиклушенко. Товарооборот между Украиной и Японией руководитель региона считает образцом взаимовыгодного сотрудничества. Страну восходящего солнца экспортируют в первую очередь кукурузу, потом железную руду, фиросплавы и алюминий. Посол считает, отношения между двумя странами надо развивать на уровне областей, причем не только в сфере торговли. В частности, Таичи Саката предложил участвовать в программе грантов правительства Японии для заведения образования или медицины. На каждый такой проект готовы выделить 100 тысяч долларов. Если, например, есть лекарства, в которых забыли медицинское обладание, потребует оновления или медицинское обладание, или, например, теплая система, веки, двери. Это может быть будь то, что необходимо для лекарства пациентов, или школы, или дитячие садки, в которых необходимо заменить парк, или, например, веком. Мы принимаем обращения от этих отдельных организаций или установок через наше посольство и даем такую помощь. Я благодарю за расширение информации, которую мы получили в беседе с вами, в частности, особенно по проектам, связанным с медициной. Я благодарю вас за поддержку по проектам киотских протоколов. Еще раз повторяю, разработан у нас 291 проект, принято всего лишь 70. Мы готовы двигаться дальше. Сейчас решается вопрос подписания декларации о дальнейшем сотрудничестве Украины и Японии. Тогда ожидают товарооборот между двумя странами вырастет в несколько раз. В ходе встречи была высказана уверенность, что этот визит посла Японии в Запорожье станет фундаментом для дальнейшего развития отношений.